Сцены Одним из пострадавших стал посол Ирана в Бейруте. Официальный Бейрут и представители Хазбалах возложили ответственность за произошедшее на Израиль и заявили, что он понесет наказание за содеянное. Израильская сторона пока не комментировала произошедшее. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности, что разведывательная служба Израиля Моссад заложила небольшой объем взрывчатки в 5000 пейджеров, заказанных в Хазбалах несколько месяцев назад. По данным Reuters, пейджеры были заказаны у тайваньской компании Gold Apollo. Собеседник агентства утверждал, что устройства были модифицированы израильской разведслужбой еще на этапе производства. Подробности из сообщения Reuters совпадают с информацией New York Times, которая ссылается на американских и ряд других официальных лиц. По версии ближневосточных СМИ, в пейджеры было заложено взрывчатое вещество с содержанием эфироазотной кислоты, которое применяется для снаряжения капсуле детонаторов. Взрыв произошел, когда Моссад повысил температуру аккумуляторов. Ничего подобного еще не случалось. Это лишь отчасти напоминает проникновение западных спецслужб в иранскую систему центрифуг, на которых иранцы обогащали уран. Тогда виджеты, закупленные за границей и зараженные специальным вирусом, приводили к тому, что центрифуги вращались слишком быстро и перегревались. Однако в данном случае речь не идет о гиператаке. Сейчас кажется уже совершенно очевидным, что небольшое количество взрывчатки, граммы, были вложены в эти пейджеры по пути к заказчикам. Есть данные о том, что в Хезболле было несколько человек, которые поняли, что происходит. Один из них был ликвидирован, а затем израильтяне решили действовать, прежде чем второй успеет что-то сказать. Тайваньская компания Gold Apollo со своей стороны заявила, что не имеет отношения к производству пейджеров, заказанных в Хезболлах. В Тайбэе уточнили, что заключили соглашение с зарегистрированной в Будапеште компанией BAC Consulting KFT, в соответствии с которым она может использовать тайваньский бренд, однако продукцию производят самостоятельно. В настоящий момент многие аналитики и СМИ задаются вопросом, для чего нужно было проводить такую атаку и почему именно сейчас. Вероятно, это была тщательно подготовленная атака и направлена она была на достижение нескольких целей. Я бы сказал, что, безусловно, есть элемент устрашения, элемент психологической войны, но есть и элемент сигнала руководству Хезболлах, что ему не спрятаться. Как мы уже слышали, Хезболлах фактически перешел на пейджеры, потому что считает их более надежными и безопасными. Теперь им показали, что использовать можно и их. Ну и, помимо прочего, это вывело из строя многих бойцов Хезболлах. За день до взрывов пейджеров министр обороны Израиля Юаф Галант заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование с Хезболлах сокращаются в связи с почти ежедневными столкновениями на границе с Ливаном и тем, что Хезболлах продолжает связывать себя с Хамас и отказывается прекратить конфликт. По словам Галанта, на северной границе Израиля десятки тысяч израильтян не могут вернуться в свои дома. Единственная возможность для обеспечения их безопасности – крупная военная операция, подчеркнул израильский министр. Субтитры создавал DimaTorzok